Кроссовер Hyundai Creta, которому скоро исполнится 4 года, пережил обновление. Правда, вопреки ожиданиям, рестайлинг оказался невероятно скромным. Так, решетка радиатора приобрела новый рисунок, сменив горизонтальные брусья на множество ячеек. На заднем бампере появилась иная накладка, а салон вообще остался прежним. Зато цена базовой версии выросла всего лишь на 3000 рублей, хотя остальные машины подорожали от 5 до 15 тысяч. Интересно, что комплектация Comfort со 150-сильным двухлитровым мотором, напротив, подешевела на 15 тысяч. Новое поколение седана Hyundai Elantra выйдет уже в марте. Презентации намечены одновременно в Голливуде и Южной Корее. Нынешняя Elantra выпускается меньше пяти лет, но даже успела радикально поменять дизайн. Следующий Elantra сохранит формат классического седана, но приобретет более динамичный силуэт. В дизайне ставка будет сделана на множество острых граней. Разумеется, новинка получит современные агрегаты серии Smart Stream. В Корее продажи начнутся сразу после премьеры, а в Америке — осенью. Российский филиал Renault пообещал, что кроссовер Captur обновится до конца первого полугодия. Снаружи модель почти не изменится, хотя внутри должны появиться новые передние панель и центральная консоль. Плюс анонсирована другая медиасистема. Кроме того, Captur переедет на новое поколение платформы B0, которую уже примерила Renault Arkana. Как минимум, это значит, что паркетник примерит сочетание турбомотора и вариатора, а двухлитровый атмосферник и четырехступенчатый автомат, скорее всего, уйдут на покой.